Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Зеленый денек на рынке криптовалют. Давайте скорее обсудим, что происходит, чего нам ожидать, какие наши действия. Начнем с эфира. Смотрите, эфир выглядит гораздо убедительнее биткоина на 4-часовом таймфрейме. У нас с вами уже абсолютно бычая структура локального тренда, то есть у нас сетка EMA Ribbon развернулась наверх. Мы от нее отбиваемся как от поддержки, плюс-минус. Вот здесь, конечно, провалились, но этим можно пренебречь. И сейчас мы снова тестируем ее как поддержку. Можем, опять же, провалиться, но если мы находимся в параболической структуре, то вероятнее мы как раз сейчас ее удержим, а третий раз до нее, может, даже вообще не дойдем. Или до ее нижней границы. Ну, как-то вот так, короче. Либо так, либо уже более серьезную коррекцию встретим отсюда. Типа вот с таким вот консолидирующим движением. Это просто мои догадки. Посмотрим, как оно будет. Но в целом на новостях про мерч сети эфира, про переход на Proof of Stake, ребята, очень много хайпа сейчас. Я тут полистал, кстати, сайт Ethereum.org. Если вы давно туда не заходили, посмотрите, он очень сильно изменился. Я просто помню его еще с 2016 года. Он был абсолютно другой. И вот они здесь много пишут про мерч, что состоится он очень скоро. Но в дополнение к моему вчерашнему видео, которое, я надеюсь, вы смотрели все, что будет с эфиром после форка, есть кое-что, что я должен просто вам сказать. Да, во-первых, хочу сразу сказать, что форк не факт, что будет. У нас уже есть эфириум классик, который и так майнеры могут спокойно майнить. И это, собственно, и есть первоначальный эфир. И у нас появится эфир на Proof of Stake. Но если форк будет, биржа Poloniex, как я говорил в том видео, заявила о том, что она поддержит форк. И смотрите, что произошло. Еще не было разделения сети, но биржа Poloniex уже залистила кучу новых эфиров. Посмотрите, есть эфир W, эфир S, и, собственно, в сумме они дают один эфир обычный. То есть еще не было мержа, не было разделения цепи, но уже вы можете, грубо говоря, свой эфир разделить. Вот он, видите, один из них будет стоить 0.92 эфира, другой 0.08, который Proof of Work. Вот, такая спекуляция. Не знаю пока, стоит ли сейчас разделять свой эфир на два вот этих эфира. Возможно, стоит все-таки подождать, посмотреть, чем это все обернется. Вот, но в целом мне нравится, как ведет себя эфир, как я уже сказал. Он выглядит по быче, соответственно, эфир к битку тоже выглядит по быче, как мы можем видеть. Очень бодренько отскакивает. После желтой точки на сайфере на дневном таймфрейме у нас пошел очень бодрый отскок. Что было на прошлой желтой точке на дневном таймфрейме к битку в 2019 году? Было долгое накопление, но в целом после этого последовал аптренд. То есть, сейчас как бы мы можем так же себя повести, зажаться в боковик, но который будет направлен наверх, и потом мы пойдем дальше выбивать вот эти хаи. Это все может растянуться еще, ребята, на месяцы и годы. И, кстати, если вы, я надеюсь, посмотрели вчерашнее видео Баба Лукаса, которое я перевел для вас на нашем втором канале, оно просто обалденное. Вот реально, оно длится почти 40 минут. Вот, потратьте их, вы приобретете гораздо больше. Если вы не видели, на нашем втором канале сейчас появится сверху. Чувак реально инвестирует и мыслит в долгую. И он таким подходом сделал портфолио в 35 биткоинов, которое обошлось ему, внимание, в минус 100 с чем-то тысяч долларов. То есть, грубо говоря, у него эти 35 биткоинов стали уже бесплатные, плюс он получил надбавку почти в 200 тысяч баксов. Ребята, если вы хотите так же, обязательно посмотрите это видео и подпишитесь на наш второй канал, не забудьте. Теперь, что по трейд-алерту? Там все у нас движется по плану. Если вы подписаны на наш телеграм-канал, то вы, наверное, видели, что я давал там торговые сигналы, совершенно бесплатные, кстати, торговые сигналы. Потому что, сами понимаете, вероятность отработки любого торгового сигнала 50 на 50, либо отработает, либо нет. Поэтому глупо, если вы платите за какие-то сигналы, там, за випки. Это все скам, ребята. Весь контент должен быть бесплатным, запомните это правило. Короче, по биткоин кэшу и по дэшу есть сигналы, есть траектория. Мы ее придерживаемся, движемся в рамках этого сценария. По эфиру, кстати, тоже. Вот мы идем в рамках этих уровней. Собственно, у меня все открыто, прозрачно, все позиции на байбите. Вот я кидаю скрины в телегу постоянно. Торгую сам вот так. Никаких гарантий не даю, естественно. Все может развернуться, все может соскамиться. Гриня окажется неправ. Но в целом движемся к нашим целям. Посмотрите, как идеально удерживаем сейчас эту параболическую структуру. По дэшу напомню, что цели локальные. Это 80-90-100 долларов для спекулятивного трейда с плечом. А глобальные цели – это вы будете смеяться, но сотня иксов оттуда, где мы сейчас. Реально сотня, а то и даже 200 иксов. Можете смеяться, можете не отметь по барабану. Если вы не понимаете того, что я говорю, то вам на другие каналы, где люди ждут дно обычно и не дожидаются его, потому что ждут какое-то мифическое дно. Просто от себя могу сказать, что я пришел на рынок в 2015, и это было вот здесь, на линейном графике. Видите прямую линию? Вот здесь, ребята, были такие же торги, как сейчас. Просто это понимаете. И опять же, отдаляйтесь и смотрите Боба Лукаса, чтобы понять, о чем вообще речь идет. Вот здесь был такой же вообще эпический замес. Посмотрите, где он сейчас на графике. Его даже не видно, понимаете? И вот этот скоро станет не видно. Эфир, как я вам говорил во вчерашнем обзоре, тоже дико обваливался. Как сейчас пишут, эфир же обвалится там после новостей. Эфир, ребята, дико абсолютно обваливался с 22 долларов на 6. Это был капец, какая коррекция. Это была коррекция, чтобы вы понимали, на 75%, на 74. Внутри большего бычьего рынка, и после этого он улетел сначала на 400 долларов, а потом на 1500. Так что, ребята, тут надо понимать вообще временные горизонты и то, что на рынке побеждает только тот, кто умеет ждать. И время – это очень сильный инструмент на этом рынке. Так что, что тут скажешь-то еще? Держу я свой биткоин кэш спекулятивный, держу дэш, потому что монеты реально находятся на абсолютном дне, и им уже, в принципе, расти-то огромный потенциал есть. Вы просто посмотрите, где дэш был недавно. Он штурмовал 200, 300, 400. Сейчас он стоит меньше сотки. Поэтому, ребята, я торгую вот так вот, вы торгуете как хотите. Вопросов к вам вообще не имею. Хотите шортить – шортите. Можете реально хеджироваться и шортить. На споте добирать. Кто-то писал, на споте добираю, а на фьючах шорчу. Пожалуйста. Правда, будет результат плюс-минус ноль, потому что там вы проиграете, тут выиграете. Но все равно нормальная тема. Битдао. Тоже, кстати, надо сделать трейд-алерт в телегу, что движемся в рамках ожиданий. Параболическое закругление. Но может все еще, конечно же, отвалиться он вниз на коррекцию, на ретест вот этих уровней предыдущего сопротивления. Это общая картина не поменяет. Цели по нему локальные – полтора доллара. Глобальные, ну, точнее, среднесрочные – два с половиной, три доллара. Глобальные – это там все 10 долларов. Потому что это битдао. Это вам не хрень какая-то, понимаете? Это реально биржевой токен Bybit. У него очень большое будущее, друзья. Вот. В общем, пробежимся, потому что у меня открыто битдао. Полка Дот. Смотрите, Полка Дот у меня, кстати, сейчас сильнее всего пошел в плане процентного соотношения. Но, смотрите, Полка Дот прямо сейчас сражается на четырехчасовике со своим уровнем предыдущего сопротивления вот здесь вот. То есть у нас был как бы тест уровня, откат, ретест. И сейчас, если будет пробой, то тут как бы следующие цели – 12-13 долларов локальные. Вот. И Полка Дот красавчик, потому что этот же уровень, вот, это и является предыдущая поддержка, собственно, вот здесь вот, локальная. Соответственно, следующие уровни, да, как я уже сказал, вот, ну, там 11,5 консервативно. Дальше уровень 14,5. Короче, куда-то туда он собрался, походу. Но самая интересная фишка, на самом деле, по XRP. По XRP, который уже все прокляли, забыли, вышли из него нахрен. Смотрите, что он сейчас рисует. Да, к доллару он тут рисует. Тоже хорошую картину. Как, в принципе, сейчас плюс-минус любой альткоин, кроме суперперекупленных и скамовых совсем монет. Вот, тоже параболическое закругление, тоже мы идем вот к этим предыдущим уровням поддержки, скорее всего. То есть, там 57, 60 с чем-то, 63 цента. Но по XRP, как мне скинул один товарищ в личку, за что ему большущий, кстати, респект, там суперсильный сигнал сейчас на недельки. И я просто не могу с вами им не поделиться, друзья. Поэтому, если вы цените такой откровенный контент, пожалуйста, не забудьте запампить лайки и подписывайтесь на канал, если вы зашли к нам случайно, впервые, если вам нравится такое безобразие. XRP к биткоину прямо сейчас находится на своей... У меня вот почему-то, ребят, второй желтой точки, а у товарища третий. Вот, я вам покажу кусок его скрина. У него на VMC сайфере три желтые точки XRP к битку. Вот здесь вот вторая. У меня почему-то она здесь зеленая. Ну, неважно. Короче говоря, это уже супер мощный уровень. Это дважды, трижды желтая точка на недельке. Говорит нам о том, что уровень, пускай он и нисходящий, это уже очень серьезный ценовой коридор накопления, друзья. Идиоты будут над этим смеяться, а нормальные люди поймут, что это нам говорит. По XRP к биткоину мы ждем супер-мега-тузамун. Несмотря на то, что я ненавижу этот проект, я считаю его абсолютно недееспособным. И вообще это не до крипта. Это вообще не крипта. Это как бы централизованная хрень. Тем не менее, это не помешает ему запампиться. Мы же знаем, что скам всякие пампятся только на раз-два. Так что тоже тут хороший сигнал. На мой взгляд, стоит посматривать за XRP к биткоину. Ну и биткоин кэш к биткоину, собственно. Тоже никуда не делась вот эта желтая точка на недельке. И мы сейчас на этом же уровне, даже чуть ниже. Опять же, нисходящий уровень. То есть это как бы двойное дно с медвежьей ловушкой. То есть это дивер на самом деле. И это туда. Только туда, ребят. Это просто... Гадалки не ходи. Все вот эти альты старые выглядят, знаете, как что сейчас? Как додж-коин вот здесь. У него даже желтой точки не было. Посмотрите, как он выстрелил. На 100 иксов. На 100 иксов выстрелил додж к биткоину. Ну, без малого, на 90. После такого длительного накопления. Вот, посмотрите, как сейчас все это выглядит. И лайткоин то же самое. Все абсолютно, ребята, то же самое сейчас. Вон лайткоин к биткоину. Посмотрите, какой гигантский дивер. И прямо сейчас сигналит желтая точка. Понятно, что это не гарантирует того, что эти монеты точно выстрелят. Но даже если 2 из 10 этих монет выстрелят, даже не на 100, а там на 20 иксов, вы уже будете в охренительном плюсе. Поэтому действуйте, ребята. Действуйте осторожно с расстановкой, с риск-менеджментом. Я просто вам говорю, что делаю я. Вы делаете, как вам подсказывает ваш анализ, ваше чутье, ваша интуиция, ваше видение рынка. Вот. Все, что я вам говорю, просто переваривайте эту информацию в добавок к тому, что вы уже знаете и смотрите, слушаете и так далее. Вот такие вот мысли на сегодня. На сегодня будем закругляться. Еще раз напоминаю, что в глобальной картине все вот эти вот уровни, что 19-18 тысяч по биткоину, что 24. Это все вообще ничего. Посмотрите, вот это движение. Это еще даже не было пампа. Кто-то там постил, что дивер тоже. Посмотри, отдались, посмотри на недельках. Тут цели локального отскока, даже если вы верите в медвежий рынок, это там 28-34 тысячи примерно. Вот сюда он должен сходить. И потом, может быть, пойдет дальше вниз. Либо рисовать двойное дно с повышающимся, минимум. Либо с понижающимся, с медвежьей ловушкой. Но оба эти варианта будут смотреть туда. И третий вариант, что никакого не будет двойного дна, а будет вот так вот и V-образный разворот от Узамон. Поэтому, ребята, будьте готовы к любому из этих трех вариантов. Помните, что в долгую биток обречен на рост. И как это не парадоксально, и сток туфло отработает, и циклы халвингов, и все остальное отработает. В долгую мы идем туда. Друзья. Ну, а у меня на этом все. Это был Гринни. Спасибо, что посмотрели. Все ссылки в описании. Торгуйте осторожно. Добавляйте к нам в телегу обязательно. А, и сейчас еще кое-что покажу вам, кстати. А покажу я вам, как всегда, традиционно, ребята, вид, который открывается с моего балкончика. Смотрите. Это Кута. Совершенно чумовое место. Только сегодня сюда приехали. Приплыли с острова Лембанган через остров Нусапенида. Короче, вот такие вот дела. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова